Итак, депутатские династии у нас не в почете, в отличие от династий трудовых у ученых. Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, могут ли в одном законодательном или исполнительном органе власти работать ближайшие родственники? Вот результаты в социальных сетях. Нет, это недопустимо 60%. Да, пусть работают 36%, затрудняюсь ответить 4%. Ну и тема, наверное, одна из важных этой недели. С понедельника начались у нас кампании «Единой России». По отбору кандидатов в Государственную Думу. Называемым «Праймерис». Я знаю, что ты подала заявку для участия в этом отборочном туре. Да, я подала заявку и оказалась первым кандидатом для участия в «Праймерис», что, конечно же, очень приятно. И ждем теперь других кандидатов. Подача заявок у нас продлится до 10 апреля. Сами «Праймерис» пройдут на 175 избирательных участках по территории всей Архангельской области. 22 мая состоятся сами «Праймерис» в этих участках, а выборы пройдут уже 18 сентября 2016 года. Дорогие телезрители, активно участвуйте в «Праймерис», кто хочет пойти в Государственную Думу. Список документов, необходимых для участия, можно получить в региональном отделении партии на намережной 96. Те, кто принимает участие в деятельности других партий, членство должны приостановить. У кандидата должно быть гражданство России и возраст старше 21 года. Обязательное требование – отсутствие судимости. Не должно быть активов и счетов за границей. Участие могут принимать как члены партии, так и сторонники и беспартийные. Еще одно интересное событие на этой неделе состоялось в сессии Архангельского областного собрания депутатов. А мы, в свою очередь, остановимся на некоторых важных законах, которые были приняты и даже не приняты на этой сессии. На этой сессии был принят закон об административных правонарушениях. И что предлагается в этом законе? Этот закон говорит нам о том, какие штрафы будут платить непосредственно нарушители закона о миссионерской деятельности. Предложили внести штраф до максимального – 5000 рублей. Это тот штраф, который мы сделать можем нашим областным законом. В прошлом году Архангельское областное собрание депутатов приняло закон о миссионерской деятельности. Теперь миссионеры, которые хотят вести эту деятельность на территории нашей области, должны получать специальное разрешение, регистрироваться в уполномоченном органе и только после этого заниматься миссионерской деятельностью. На состоявшейся сессии областного собрания также был принят уже в двух чтениях законопроект, который предусматривает компенсацию при уплате взносов на капитальный ремонт для жителей региона старше 70 лет. Принятие законопроекта позволит ввести в действие компенсационный механизм с 1 января 2016 года. Этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться более 16 тысяч жителей Архангельской области. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 26 миллионов рублей. Ну и еще один закон, который не был принят на сессии Архангельского областного собрания – это закон о конфликте интересов. Почем, собственно, этот закон? Закон, в общем-то, говорит о том, что депутаты, которые работают в законодательном органе, не могут голосовать за те законы, которые будут способствовать обогащению их родственников, жен, детей, родителей и так далее. Например, если мы вносим закон о поддержке ветеранов труда Архангельской области, и у многих депутатов Архангельского областного собрания родители являются ветеранами труда, то значит депутаты должны уведомить кого-то о том, что у них конфликт интересов, и они не могут голосовать за этот закон. Самое смешное, что тогда практически все депутаты должны будут заявить об этом конфликте, и голосовать за этот закон будет просто некому. Например, Государственная дума. Там все депутаты работают на постоянной основе, то есть они бизнесом не занимаются. В Архангельском областном собрании 17 депутатов работают на постоянной основе. Другие, в общем-то, представляют разные сферы. Это и учителя, это и врачи, это и бизнесмены. И поэтому, так или иначе, за какой закон не голосуй, в общем-то, у тебя наступает конфликт интересов. Закон депутатами не был поддержан. Решили собрать все-таки согласительную комиссию и обсудить этот вопрос. Кого надо уведомлять о конфликте интересов? Как это вообще надо делать? И самое главное, что за это будет? Мы хотели у вас узнать ваше мнение. Насколько эффективным будет закон о конфликте интересов в Архангельской области? Этот закон, безусловно, эффективен и нужен. Этот закон бессмысленный, проблему этим не решить. И затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На этот опрос вы также можете ответить на сайте 2Ninform. На своих экранах вы сейчас увидите адрес электронной почты, к которой вы можете присылать свои предложения и пожелания. Мы очень ждем ваши ответы. До свидания и всего вам доброго. До свидания.